машины повышенной проходимости в стране советов получались на славу сегодня и пойдет речь о десятки наиболее интересных и примечательных образцов которые были спроектированы отечественными конструкторами разработка данного вездехода началась еще в шестидесятых годах прошлого столетия первый опытный образец конструкторы представили в 1972 году машине были подвластны любые препятствия без проблем могла ездить по снегу и грязи ездил вездеход правда совсем небольшой скоростью зато пройти мог действительно везде одни из самых мощных вездеходов для работы в тяжелых условиях машины были созданы в далеком 1977 году и стоят на вооружении самых разных отечественных служб и сейчас конечно за все это время вездеходы не раз подвергались модернизации полноприводный плавающий автомобиль на трех осях создали вездеход в 1971 году при этом информация о его разработке и технических данных была засекречена вплоть до начала 90-х годов сегодня известно что машину создавали специально для поиска спасения и последующей эвакуации приземлявшихся экипажей космических кораблей советский вездеход разработаны для езды в неблагоприятных природных условиях был представлен конструкторами в 1963 году мог брать к себе на борт до 15 пассажиров и еще пять тонн груза его хотели использовать для работы на крайнем севере в том числе для спасательных операций вот только в серию этот зил так и не попал вездеход созданный для арктических экспедиций был поставлен на вооружение ученых еще в 1958 году большинство агрегатов машины было от танка т-54 в 1975 году была создана вторая модель харьковчанки вездеход который стал отправленной точкой для последующих советских гусеничных машин данная модель могла передвигаться в том числе по снегу и болотам использовалась с 1954 по 1967 год пока окончательно не была вытеснена более совершенными образцами еще один потрясающий образец вездехода который несмотря на блестящие результаты тестов так и не пошел в серию машина позиционировалась как десантно-транспортная амфибия обкатывали образец в балтийском и баренцевом морях а также в заполярье вездеход будучи на плаву мог выдерживать шторм до 5 баллов грузовой автопоезд повышенной проходимости построенный в 1968 году машина создавалась специально для транспортировки труб на места строительства газопроводов еще один вездеход созданный в ссср для поиска приземлившихся космонавтов представлял собой эвакуатор увеличенных размеров универсальную машину способную одновременно вести на грузовой платформе спускаемый аппарат а в многоместном пассажирской кабине команду спасателей и вернувшихся на землю космонавтов в том числе экипажи многоместных кораблей один из тех снегобладоходов который видел хотя бы раз каждый человек ничего удивительного в этом нет ведь данная машина была одним из самых популярных и широко используемых вездеходов в ссср пик производства и эксплуатации машины пришелся на период с 1968 по 1985 год поздравляю всех просмотревших это видео с новым годом и